И снова здрасте. И любителям покупок снова повезло. Я сегодня попробую за кефиром, ну и как обычно купила не совсем. Нет, кефира я тоже купила. В общем, что-то у меня это около 160-170, не помню. Сколько-то, в общем, около под 200-1 вышло. Причем мне как бы под Новый год клиент подарил монетку. Ну, обычно что-то вкусное посылается, а тут монетку подарил. Мы так решили, что лучше монетку. Монетку, причем на что-то не еду, а я тут трачу что-то все на еду, на еду. Но я, надеюсь, доеду до магазина и куплю то, что хочу. А вообще перед Новым годом стабильно как-то деньги куда-то деваются. Мое любимое молочко. Раньше оно было кошкинское, а сейчас вот такое. Тише, свали оттуда, а то что-нибудь да упадет. Ой, я же хотела включить вам эту самую штуку. Ой, дотянусь, дотянусь. Дотянулась отсюда. В общем, вот такое молоко. Раньше оно жило 2 месяца после вскрытия. В смысле вообще 2 месяца жило до вскрытия или после вскрытия. Ну, срок годности у него был в пакете 2 месяца. Теперь 3 месяца, 90 суток. У меня там еще есть немножко молочка. Я сегодня хлопушков захомячила. Потом что-то еще кофе делала с молоком. Ну, оно такое... Кстати, когда оно там сделано? Короче, это... 7 декабря оно сделано. Января, февраля, марта. Аж до марта может долежать. Ну, я думаю, оно у меня раньше ведет. Я как-то уже покупала. Причем исключительно в магните, который в алых парусах. Человек из Углича, возможно, знает где это. Если вдруг увидеть этот видос, ну, не знаю, может, человек из Углича не смотрит продукты всякие. Тише, маму твою, бабушку и деда все-таки шарахнул мне этот штатив. Вообще, я сегодня как-то вяла была. Проснулась в 3, уснула в 8. Сестра приехала, привезла вещи. Вырубила себя, короче, легла с котиком полежать. Что-то у нас там такой дождик зимний на улице. Я чувствую себя каким-то вообще никаким. Режила с котиком полежать, котик ко мне лег, я отрубилась. Ну, зато котик со мной это поморлыкал. Я его еще чуть-чуть погладила. Короче, шпротный паштет. Я как-то в этих алых парусах, где теперь магнит, на паре, увидела по скидке шпротный паштет. Сейчас он вообще по 13 с чем-то был. Морская радуга. Как-то я даже обозревала этот шпротный паштет. Тут вот этот рыба копченая, вода питьевая, масло подсолнечное, мука пшеничная, лук сушеный, соль поваренная, специи. Точнее, пряности, 160 грамм. Что-то он мне так понравился. Правда, я забыла купить хлеб. Но у меня вроде как есть хлеб. Еще есть такой хлеб в виде сухариков. Ну, в общем, кого-нибудь из них, мы делаем. Потом. Я как-то на него смотрела в Дикси в центре. И что-то он меня не впечатлил. Хотя по той же цене примерно. Он, по-моему, 50 с копейками. А то я что-то его увидела в магните. У них там еще сыр по скидке был такой странненький. Там даже по 100 грамм. Свеженный по 150 грамм. Вот этими кусочками на разрез. И видно, как он со всех сторон так обрезан. Видимо, он уже у них заплесневал конкретно так. И они решили, что вот мы срежем и продадим. Кто-нибудь докупит. Ну, наверное, кто-нибудь докупит. Я решила, что мне как-то ротовирусная неохота подцеплять в очередной раз. Оно уже было в декабре. Ну, и, в общем, я купила вот такой сыр. Итак, легко открывать и закрывать. Хохланд. Удобно взять с собой греческие сэндвичи. В общем, попробую. У меня там еще макароны к тому же есть. Тише, ну, елку-то не ешь. А она и там бедная. Уже тобой уделанная. И это не надо кушать. К тому же сыр ты не жрешь. Хоть и выпрашиваешь стабильно. Есть у тебя там? Да, у меня остались, значит, я тут все что-то купила как-то перед Новым Годом. Сейчас вспомню, как же этот Несквик в шариках. Никогда я что-то не покупала. Тут взяла и купила. Думала, ну, вот, Настя, порадовать. И вот какой-нибудь другой в шариках этих шоколадных. Там из магнита какая-нибудь радостная стена или что-то в этом роде. Вот она как-то мне больше нравится. Но, во-первых, больше окрашивает там больше у них какао. Больше окрашивает молоко в это какао. Хотя тут осадок от какао, осадок на дне мисочки у меня оставался. Так вот, в общем, я... Кот у меня как-то слопал молоко вместе с этими хлопьями. Я что-то как-то отошла от кухни, значит, и прихожу, нету половины тарелки. Тут я решила, ему думаю, ну, 3 столовых ложки миску налила этого молока шоколадного. Не поверите, слопал. Ну, Маша говорит, что кот у меня есть все, практически все. Ну, и, в общем, я ему налила еще молочка, и он еще слопал. Сейчас прихожу из магазина, у меня, допустим, пол тарелочки было этого молока. Я что-то так целую чашку нагрела. Толкнула. Уже-то где-то на доночке чуть-чуть молока. В общем, он из своей миски пить не стал, а вот из моей тарелки на старе очень самое то. В общем, какой-то горошек. Конечно, он такой, ну... Здесь вот написано, что горошек зеленый восстановленный, вода питьевая, соль, сахар. Не то, чтобы я хотела горошка, не то, чтобы я хочу какой-то там салат делать. Но что-то, в общем, у меня есть макароны, которые надо доесть. А очень вкусно. Я их что-то стала тут есть с этим, у меня там соевый какой-то соус, один из трех, с пшеничкой. Кстати, очень пахнет вот этой пшеничкой. Точно так же пахнет темное пиво, хорошее, качественное. Портер, или партер, как она там... Ну, короче, вот эта темная, которая с пшеничкой, вот так же пахнет, как соевый соус. Это насчет того, что если вам хочется пива, тяпните с макаронами соевый соус. Можете прямо из горла, не знаю, может кто-то пьет. Вот, в общем, я как-то делала себе макароны с горошком в микроволновке. Ну, уже вареные макароны с горошком влела, очень вкусно. Соусом, когда еще поливаешь, я решила себе взять продукты сверлый, горошек зеленый, восстановленный. Я так понимаю, что он, наверное, сухим сначала был, потом его восстановили. Ну, не знаю. Решила взять, думаю, так, глянуть. То он уже так месяц на меня, в том магазине, как я бываю, зайду на полки, гляну, он так, смотрит, Зюля, купи меня. Наверное, он хотел, чтобы я его купила, вот я его купила. И купила себе все-таки кефир. Торговый дом сметанин, 2,5% жирности, 900 грамм. Причем кефир слегка дороже молока, а молоко, по-моему, тоже 900 грамм. Сейчас узнаем. Молоко где-то есть. Сколько в тебе вообще всего? Тоже 900 миллилитров. Короче, молоко дешевле кефира внезапно. И он у нас сделанный 29 декабря, аж прошлого года. Ну, так же, в принципе, как молоко. Сроку, значит, у него 11 суток. Ну, и, в принципе, я его как-то, по-моему, покупала. Нормальный кефир я сейчас взгляну. Извиняйте, Ивановский коробла, скорость Иванова. Ну, что, у меня там как раз осталась минералка, я хотела кефир с минералкой допить. Вообще, хотела пол-литровый кефир, но все пол-литровые были какие-то, ну, слишком древние. Я что-то как-то тоже не рискнула. Ну, и, в общем, вот у меня еще там есть такая, как бы, закваска для блинов. И думаю, потом сделать в конце недели или там где-нибудь в начале следующей блинчики. Останется как раз у меня этот кефир. В общем, вот такое у меня видео. Я надеюсь, там порадовало любителей. Ева опять забыла фамилию, хотя такая фамилия знакома. Похожа на препода одного. Препод, правда, по-моему, уже не желез. Ну, короче говоря, Ева, я надеюсь, довольна. Еще оказалось, там два или три человека, кому тоже вот это нравится, так поняла, по каментам. Ну, и да, это... Всем спасибо за просмотр. И прощевайте.